Объект для теракта тщательно выбирали. Первая школа в Беслане была одной из крупнейших. Захват произошел прямо во время праздника Дня Знаний. В той трагедии по разным подсчетам погибло более 350 человек. Мы знаем, что сотни погибло людей в бесланской трагедии. И помнить мы об этом должны хотя бы потому, что только наше неравнодушное отношение к таким событиям может предотвратить их. И главное, я считаю, что одним из самых действенных методов борьбы с терроризмом это наша бдительность. Бдительность не только сотрудников правоохранительных органов, но и всего населения, в том числе и населения города-курорта Анапы. Для городского управления по делам молодежи это мероприятие стоит в особом ряду. Помимо митингов и акций, на базе молодежных клубов организовали тематические часы, а все храмы города-курорта проводят литургии. В митинге приняла активное участие молодая гвардия «Единой России». Традиционно в это сообщество входит наиболее активная часть молодого поколения, проживающего на территории города-курорта Анапы. И в этот день они как никогда активны. Потому что мало того, что они присоединились к нашей акции, которая происходила в этом сквере, активно приняли участие в наших мероприятиях тематических. На протяжении всего этого периода, начиная вот уже с учебного года и в летний период, они говорили о том, как важно быть бдительными, как важно сохранить то хрупкое равновесие, которое называется мир. В акции приняли участие молодежные и общественные организации, представители территориального общественного самоуправления и правоохранительных органов. По традиции участники митинга возложили у памятника цветы и белых журавликов. Они символизируют чистоту и надежду, ведь более половины жертв трагедии – дети. В завершении память погибших от рук террористов по 4 минуты молчания.